Это было очень давно, в конце 80-х годов. Насколько я помню, это уже были так называемые перестроечные годы, но это все еще был СССР. Привет всем, намасте, мираба. Это я, мистер Шанти, на канале India Magic TV. Сегодня у нас такая неоднозначная тема. По поводу числа 666. Вообще в Библии оно упоминается 4 раза. И самое известное упоминание, конечно, я, к сожалению, не знаю Библию наизусть, но что-то помню. Мудрость. Кто имеет ум, тот сочти число зверя. Число это человеческое, число это 666. Котик, привет, тебе тоже жарко, да? Привет, котик, такой прямо котик. Не бойся. На такой взгляд. Кто только не пытался счесть это число, имея ум и не имея ума, я хочу внести свою лепту. То есть на самом деле все очень просто. Хочу сразу сказать, что я к этому всему отношусь с долей скепсиса и иронии, потому что я, наверное, больше хинду, а еще больше, наверное, я приверженец талтекского учения, которое нам известно из книг Карлоса Кастанеды. Я просто расскажу вам, как это работает. Что для этого нужно? Для этого нужен листок бумаги и ручка. Берем листок бумаги, берем ручку и пишем вверху листка бумаги, пишем русский алфавит. Вот 33 буквы, как мы знаем, у нас в русском алфавите. Если кто-то не знает русского алфавита, можете открыть Google, там посмотреть. Потому что это важно. Нужно точно написать со всеми буквами, со всеми знаками твердыми, мягкими, чтобы у вас получилось 33 буквы в той последовательности, как они расположены в алфавите. Окей, мы написали на бумажке 33 буквы русского алфавита. И теперь берем и над каждой буковкой проставляем число. Порядковый номер буквы в нашем алфавите. Получается, что буква А у нас будет иметь номер 1, буква Б у нас будет иметь номер 2, В номер 3 и так далее. До буквы Я. Я у нас должна получиться с номером 33. То есть мы нумеруем все буковки в естественном порядке, так как они расположены в нашем с вами замечательном алфавите. Под этим алфавитом с пронумерованными буковками мы пишем такую фразу. Президент Союза Советских Социалистических Республик. То есть вот эту фразу нужно написать правильно, в соответствии со всеми правилами русского языка, без единой ошибки. Если у вас будет какая-то ошибка, то ничего не сработает и у вас ничего не получится. То есть нужно написать все слова без ошибок. Итак, написали фразу президент Союза Советских Социалистических Республик на бумажке под нашим алфавитом. Теперь над каждой буковкой этой нашей фразы мы пишем номер этой буквы из нашей таблицы, из нашего алфавита. То есть, например, если мы видим букву А, например, в слове Союза, к примеру, то ставим над этой буквой А циферку 1. И, соответственно, вот так под всеми остальными буквами в этой фразе. Дальше вооружаемся калькулятором. Над каждой буковкой этой фразы у нас будет номер, число. И мы эти числа все складываем. Если вы все сделали правильно, если вы правильно пронумеровали буквы в алфавите, если вы правильно без ошибок написали фразу президент Союза Советских Социалистических Республик, то у вас сумма получится ровно 666. Как любит говорить пропагандист Киселев, совпадение, не думаю. Хотя, может быть, и совпадение. Как я и говорил, друзья, я не отношусь к этому очень серьезно. Хотя, может, для кого-то из вас это будет откровением. Если предположить, что все вот это что-то означает, то у нас возникает вопрос, а на кого же указывает эта фраза? Исторически был всего лишь один президент СССР. Это Михаил Сергеевич Горбачев. То есть, юридически был единственным в истории президентом СССР. То есть, его должность так называлась. Возможно, здесь имеется в виду тот, кто считает себя президентом Союза Советских Социалистических Республик. Написано, что число это человеческое, значит, оно относится к какому-то человеку. Либо, может, это собирательное число относится вообще к этой формации СССР, которая, конечно же, была демонической формацией. В индуизме нет понятия дьявола или сатаны. Такого нет в индуизме. Там есть понятие демонической сущности, демонической личности. Там есть понятие адские планеты, демонические планеты. Это планеты во Вселенной, где преобладает демоническое начало. Для того, чтобы вы не тратили время, я написал специальную программку. Называется она «Нумерология». Можете скачать ее по ссылке в описании. Там нет никаких вирусов или чего-то такого, потому что эту программу полностью написал я сам. Там вы можете ввести любую фразу, какую хотите, в том числе и ту, о которой сегодня идет речь, и вычислить ее число. Может быть, у вас найдется какая-то другая фраза, которая тоже отзывается в сумме чисел на 666. Тогда напишите в комментариях. Я попробовал поискать такую другую фразу, но у меня ничего не получилось. Кроме того, моя программа вычисляет еще какие-то небольшие нумерологические штуки по значению чисел, вычисляет корни, вот эти нумерологические, математические корни разных чисел. Можете свою фамилию ввести, имя, посмотреть значение вашей фамилии. Это довольно простая программа. Собственно, начал ее писать для того, чтобы именно вычислять сумму чисел слова. То есть там нужно писать именно русскими буквами, без разницы заглавными или маленькими буквами. То есть там разницы нет для программы. Она подсчитывает только коды русских букв. Игнорируются пробелы, цифры, латинские буквы. Попробуйте, наверное, это интересно. Наверное, надо подробнее рассказать о том, как мы дошли до такой жизни, как мы вычислили вот это соответствие упомянутой фразы с упомянутым числом. Это было очень давно, в конце 80-х годов. Насколько я помню, это уже были так называемые перестроечные годы, но это все еще был СССР. Не было никаких президентов. Был генеральный секретарь ЦК КПСС. Поскольку в России, в принципе, ничего не меняется никогда, как бы царь ни назывался, он всегда остается царем. Поэтому неважно, как называли его генеральный секретарь, ЦК КПСС или президент. У нас была компания музыкантов. Работали все мы на одном заводе во Владивостоке. Я работал в инженерном корпусе. Другие ребята работали в цехе. И вот у нас был один парень, звали его Юра. И, к сожалению, он уже покинул тело довольно давно. Уже нет в живых на этой земле. И вот мы с ним были мистически настроены довольно. Постоянно в перерыв, в обеденный перерыв собирались. У него была коптерочка такая, комнатка. Он работал на этом заводе сварщиком. Ну и одновременно был музыкантом. То есть ты не мог просто быть музыкантом, где-то подрабатывать тогда, там, в ресторанах работать. И нужно было где-то работать на госпредприятии обязательно. Иначе вас могли посадить в тюрьму за тунеяство. Если вы больше трех месяцев где-то, вообще нигде не работали. Официально, так сказать. Была такая статья в Уголовном кодексе за тунеяство. В СССР, в общем-то, нельзя было пойти и купить в книжном магазине какие-то книги по эзотерике. Их перепечатывали, вручную переписывали, на машинках печатных перепечатывали. Бывало, что и просто даже перефотографировали. Вот таким, знаете, обыкновенным пленочным фотоаппаратом. Там был рулончик пленки на 36 кадров. И вот 36 страниц можно было перефотографировать. Потом проявляли пленку, печатали, распечатывали фотографии. Вот так читали. На самом деле Библия была доступна. Можно было купить, насколько я помню, в последние годы СССР. И вот мы читали всякие книги, в том числе и Библию. И пытались что-то найти, какой-то смысл в этом. Интересовались йогой. То есть всем вместе, можно сказать, вот так все в кучу. И даже уже не помню, как это было, но каким-то образом мы вот сидя в этой сварочной коптерке подобрали вот это сочетание букв и цифр. Причем даже трудно сказать сейчас, почему именно слово президент у нас было в голове. Потому что не было тогда еще президента СССР. И даже не предполагалось, что такая должность когда-то появится. Никто до самого последнего дня СССР не предполагал, что он развалится. Пишите в комментариях, что вы думаете по этому поводу. Ставьте лайки или дизлайки. Дизлайков уже нет на Ютубе. До свидания. Всех благ. Намасте. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok